Погода портится. Ночью и утром особенно прохладно. Центральное отопление давно отключили. Так что жителям Владимира приходится мерзнуть. К нам обратились жители домов на улице Молодежной. Жилой фонд там порядком изношен. Так что тепло в квартирах не задерживается. Люди жалуются, спать приходится. Чуть ли не в верхней одежде. Особенно плохо пенсионерам и детям. Вот мы, не поверьте, мы сидим почти в пальто. Вот в стадии уже кто-то одевает. Ноги очень мерзнут. Но мы же не врём, это наша прихоть. А главное, дети маленькие у нас есть в доме. Ну, и они тоже замерзают. А сейчас, тем более, такой вирус идёт, который тоже ещё может эти простуды, будем говорить, что может повлиять. Поэтому жители просят представителей власти включить центральное отопление на время похолодания. Тем более в Подмосковье, например, это уже сделали. Там, по сообщениям местных СМИ, тепло поступило в 100% жилого фонда. Владимирские тепловики говорят, что также к этому готовы. Включить отопительную систему вполне возможно. По словам специалистов, процедура включения отопления может занять несколько дней. Кроме того, сейчас тепловики проводят плановые работы на некоторых участках теплосети. Так что во все дома сразу подать тепло не получится. От власти мущих ответ был ещё категоричнее. Пока возобновление отопительного сезона ждать не стоит. По постановлению правительства, начало отопительного сезона или возобновление его возможно только тогда, когда 5 суток подряд среднесуточная температура ниже плюс 8 градусов. По прогнозу погоды такой температуры среднесуточной в течение 5 суток не ожидается. Она будет выше. Между тем, МЧС области информирует о заморозках 22 и 23 мая. В пресс-релизе тревожного ведомства сообщается, что ночью и утром в отдельных районах региона будет до минус 2 градусов. Так что, похоже, владимирцам и дальше придётся кутаться дома в 100 одёжек и ждать потепления. Никита Королёв, Алексей Домнин, 6 канал.